МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В котором приняло участие 2 тысячи человек из 60 стран мира. Президент дал гарантии, что будет хороший деловой климат. Министры наши Сулуанов, Новак и Орешкин уверенно отвечали на вопросы, жонглируя всевозможными цифрами. Есть обнадеживающая экономика, а за последний квартал росла 2%, инфляция 3%, нефть с 44 долларов в прошлом сентябре поднялась до 55. И теперь уголь дает плюс 6 в этом году, газ 12, зерна вроде бы 132. Я сидел и думал, если так неплохо, то почему 36-й месяц подряд народ продолжает нищать? Почему каждый десятый ответил, что ему не хватает пенсии и зарплаты на питание? Почему треть уже не могут обновить свой гардероб? Все заявляли, что средний класс является основой стабильности. Он за два года сократился на 14 миллионов. Меня больше всего поразило, что даже у нашей дойной коровы газонефтяного комплекса износ оборудования превысил 55%. И вдруг слышу, нашли 800 миллиардов рублей для двух банков, но не нашли 140 миллиардов для детей войны, хотя мы вносили пять раз. Смотрю, сколько денег выгнали из державы. Сумасшедшие средства. 161 триллион – это 1 миллиард долларов, а на развитие экономики и бодернизацию истратили 0,15%. По крайней мере, тут ситуация еще хуже. Думаю, президент настаивает на мировых темпах посланий. Три с половиной в этом году. Давайте вкладывать человека правильно. Давайте развивать суперсовременные технологии. безопасность прежде всего лежит в том, что мы катастрофически отстаем в технологиях. Тоже правильно. Давайте развивать цифровую экономику. Открываю, как формируется бюджет. Я хочу, чтобы вы внимательно слушались много новых людей. Все страны мира в условиях кризиса консолидировали ресурсы прежде всего в бюджете для того, чтобы с одной стороны поддержать то, что прежде всего нужно, с другой стороны помочь гражданам. Это золотое правило реализуется и сегодня всем. С другой стороны, они вкладывают средства, тем более на фоне санкций, в локомотивы, которые будут тащить. Вкладывали стройки, село и научные технологии. Мы работаем на фоне санкций США. Но посмотрите в их закон. Ко 2 февраля они представят 17 спецслужб, обыскивают все карманы и представят, куда утекли наши сумасшедшие деньги. Хочу вам одну цифру назвать. Она опубликована. Ерманский стат дал результаты, сколько он заплатил за наши углеводороды. 27,6 миллиарда долларов. В нашей статистике 19,6 получили с Германией. Где 18 миллиардов долларов? Возникает вопрос, каким образом имеем богатейшую страну и 9 десятых продолжают нищать. Самое поразительное, я взял 11-й год. Это та база, с которой создавались указы президента. Хочу вам подчеркнуть, они не выполняются почти по всем характеристикам. Производительность должна быть 50%, плюс 18. 25 миллионов рабочих высококвалифицированных мест, их не будет, вы это лучше меня знаете. И нечего тут ссылаться на санкции. Если бы на той базе, которой писал президент, формировался наш бюджет, тогда бы мы имели совсем другую картину. Тогда доходы к ВВП процентов были 19,4%. Только потому, что они все время падали, мы потеряли 13 триллионов доходов и примерно 12 триллионов расходов. Если посмотрите на зарплату, тут примерно такая же картина. Фонд зарплаты к ВВП с 2014 по 2017 год, минус 2%, это триллион 660 миллиардов. В новом бюджете еще больше, 2 триллиона 100 миллиардов. Но это из кармана граждан, денежки-то. И в основном карман олигархи. Кому досталось? Не надо быть математиком, просто посмотреть, надо официальную статистику. 200 миллиардеров сосредоточили у себя 500 миллиардов в 2 раза больше, чем доходная часть всего бюджета. Прошлый год самый критический, подсеркнул имени, снищали, действительно нищали. Они увеличили свои доходы на 100 миллиардов долларов. И вы не хотите голосовать за прогрессивную шкалу налога, но хоть поделились бы. Не хотят они вкладывать в это дело. Чиновники, счетная палата, надо отдать должное, Голиковы, это умные и смелые люди. Они опять представили нам наиболее грамотный отчет, абсолютно грамотный. Они давно нам показали, что в первом полугодии чиновники направили туда или разворовали 966 миллиардов рублей. В 2 раза больше, чем за первое полугодие прошлого года. Ну тогда наведите элементарный порядок, спросите с них, куда они суют народные деньги. Беру раздел расходы, 14 позиций, по 8 идет снижение. Как мы будем вылазить? Беру остальные 5, если прибавить инфляцию, еще по 4. Из 14 разделов расходов 13 урезаются. Объясните мне, каким образом можно вылезти из этого кризиса. Вот просто объясните, каким образом можно выполнять указы президента, его послания, каким образом можно с кем-то конкурировать. Мир в этом году даст 3,5%. Ну не хотите, посмотрите, что делает Китай. Вот сейчас поздравил и Путин, и Трамп поздравили Си Цзиньпиня. Они в 21 году полностью искоренят бедность. 700 миллионов вывели и 40 миллионов сейчас. У них мрот в 3 раза выше нашего. Неужели мы не в состоянии? У них нет таких ресурсов, как у нас. Но у нас ресурсы захапали 15 кланов и сидят, делят между собой и не хотят платить. Беру расходы экономика, минус 5% плюс инфляция, минус 436 миллиардов. Скажите, откуда возьмется модернизация и инновации? Ну из ничего ничего не бывает. Беру оборону. В Америке, кстати, их бюджет 13 раз выше нашего. Я не гонюсь за Америкой. Но если сейчас запустили на стопеля новые самолеты и технологии, там нельзя урезать. Завтра вы ничего не сделаете. Село, село Дойная корова. Все радуются, говорят, показывают. Ни на одну копейку не стала дешевле ни одна буханка хлеба по стране. Даже там, где 12 миллионов тонн получит. Почему? Смотрю, что будет в ближайшие 3 года. 1,4% вкладывается. Через 2 года будет 1,2% расходной части бюджета. Еще раз повторяю, все идиоты знают. Евросоюз вкладывает 33%, американцы 25%. Советская сторона вкладывала почти 20%. Ничего у вас там не будет. Ничего не будет. Что касается ЖКХ, тут вообще мрак полный. У нас же в 7 раз аварийное жилье выросло. К 2020 году снижается на 32%. На 32%. Атомная бомба замедленного действия. Социалка минус 16% с инфляцией. Культура на одну треть. Идем мировым играм по футболу. Физкультура минус 62%. Регионы минус 10%. Можно и дальше повторять. Ну а есть законы, которые не подчиняются вашим партийным билетам и приказам ваших начальников. Законы экономики, социальной жизни. Развитие при нынешней ситуации начинается с 22 триллионов доходной части. Лучше 25. Мы вам предложили одно, второе, третье, пятое. Вносили, вносили. Не хотите проголосовать за совершенно очевидные вещи. Это бюджет обслуживает олигархию, стагнацию и усиливает нищету. Он не решает ни одной проблемы, а усугубляет многие. Я вас поздравляю с наступающим столетия Великого Октября. Вам разослал вот эту маленькую брошюрку «Подвиг социализма». Посмотрите, за 20 лет средние темпы 16%. Китайцы за 30 лет дали 10% средние. Посмотрите, сколько мы складывали. Добавьте одну минутку. Сколько мы складывали главное в образование, здравоохранение и науку. Социалка была главной статьей советского бюджета в 1940 году, когда всю промышленность переводили на военный лад. 24%, образование в 1940 году 13%, в 1942, когда фашисты под Сталинградом были 6%, в два раза больше, чем сегодня. В 1945, когда победили 17%, и в шесть раз увеличили помощь социальную инвалидам, детям и всем остальным. Неужели вам и это не указ? У вас все есть под глазами. Картина предельно ясна. Мы обязаны принимать решения о развитии страны, а не принимать бюджет, который обогащает очень узкую прослойку. Но их после 2 февраля, если отсюда не достанут, из Америки достанут. Надо делать вывод. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова